Всем привет! Бюджетный сегмент наушников очень интересен, поскольку мало кто ожидает за скромные деньги действительно неплохого звука. Но бывают такие случаи, когда удивляет не только звук, но и эргономика, дизайн и другие аспекты. Мы для вас отобрали 10 пар наушников начального сегмента в форм-факторе затычек, сравнили их и составили рейтинг. Тяжелый и длительный труд, сравнение чего-либо. На это нужно действительно много времени для методичного сопоставления моделей. Музыка слушалась в большинстве случаев на iPhone 6s и Xiaomi Mi 5X. Никаких крутых hi-fi плееров таким наушникам не нужно. Так как наушники все начального сегмента, то на общую оценку и позицию в рейтинге комплектация не влияла, поскольку она везде одинакова – амбушюры и документация. Первые три места в рейтинге у нас заняли следующие модели. Panasonic RP-8GE-125, JBL-T110 и Soundmagic ES18. Именно в перечисленных наушниках самый глубокий и насыщенный звук. Для спорта подойдут Philips SHQ2400 и Mi Electronics M3P. Они пускай играют средненько, но сидят идеально, а Philips к тому же еще и сделаны из качественных материалов. Вы не сильно прогадаете, если возьмете Sony MDR-EX15LP и Philips SHE9900. Это сбалансированные наушники с удобной посадкой, но не самым лучшим звуком, но и далеко не самым худшим. Приятно удивили достаточно неизвестные в Украине Callout Pop Blocks. Именно эти наушники сделаны из самых качественных материалов и имеют самый оригинальный дизайн. По звуку твердая четверка из 5. Аутсайдеры из теста – это Earbuds Focus 100 и Cos Kia Bip 9i. Звук здесь просто отвратный, а у Earbuds еще и посадка странная. Согласно нашему рейтингу наушники расположились в следующем порядке. Друзья, всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях название тех моделей наушников, которыми вы пользуетесь и почему. Узнать цены и купить эти наушники вы можете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok